Плодислава тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание святого апостола Павла к Евреям, 13 глава, 7 стих. Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Смотрите, одно предложение. А сколько в нем заложено? Когда-то пришла мысль митрополиту Дмитрию Ростовскому написать житие святых, начиная с первого века. Начал с малого, а окончил 12 томами. И там по житиям раскладывается, когда человек умер. Рождение почти ни у кого не известно. Но есть такие, которые неизвестны, когда они ушли из жизни. И вот он здесь поставил эпиграфом к 12 томам. Видите, только начинается сразу именно этот стих. Слушайте внимательно его еще раз. Считаем. Евреям, 13, 7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Я специально насчитывал, составлял симфонию. Есть даже книжка на это дело. 1173 биографии. И вот под этот пункт попадает только у нас 5 человек, которые проповедовали вам о Христе. А пошел наоборот теперь, если есть какой-то талант, поскорее его за стены. Мандра называется Архимандрит. Это глава на этой площади будет. И все. Куда зайти в лес? Мы не знаем, какой талант был, который называют потом Серафим Саровский. В степь, видать, в лес. Там упадет дерево. Оно перегородит, будет радоваться. Перегородило, прийти не могут. Услышать, что люди идут. Он выходит и прячется в траву. И он не уродствует. Он нормально так. И люди говорят, ну как его найти-то теперь? Мы шли из Сибири. Надо поговорить или узнать, что-то. А идут, а зачем? Чтобы прикоснуться к сухарям его, как сегодня. Который чугунок был, и приезжает туда, и надевает на голову, и голова, чтобы не болела. Прямо все открыто это есть. Больше ничего не осталось. И тогда придумали, что брать с собой ребятишек. Он детей любил. И дети выходили и кричали, где он? Тогда он, говорит, не мог выдержать. И вылазил из травы. Тогда уже было. Что? Хоть один шаг есть? Вот когда считают канон Андрея Критского, это канон, 200 мест священного писания высвечивается. И ни разу, никогда не считалось про Марию Магдалину. А у ней было звание, которого ни у кого за всю вселенную не было. Апостол для апостолов. Ни у кого это. Ни у Павла было, ни у кого. А Мария Египетская одного дня не жила по Евангелию. Ушла 47 лет, где-то была она там. Ее вот считают каждый раз на канон Андрея Критского. Ну, хотя бы через год или через неделю. Нет, только она. Кто такие? Какое отношение к нам и ей эта книга? У нас Библия, я сколько мог узнал, везде пишется на корочке два слова. Допустим, Новый Завет у нас так пишут. Точно написать Новый. Еще Завет тоже. А вот Новый и Завет. Иисусом было несколько. Иисус Новин, Иисус Синсерахов. А Христом называется же Царь языческий Кир. Помазанник. А вот Иисус-то Христос один. И когда нападает дьявол, ты поминай его имя. Имя. Он боится этого имени. У нас есть свидетели такие, как рассказывает отец Геннадий Фаст. Когда у него тревога такая была, он только отбивался. Иисус, 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 даже помоги не успевал сказать. И Сатана отступил. У нас живые люди, которые показывают, какую силу имеет это имя. Вы свои имена-то знаете хотя бы? Мы сегодня посвятим разговор. Тем более, батюшки, нет у нас времени больше свободного здесь. Мы посмотрим. Взирая на кончину их. Взирая на кончину, никакой канонизации не было. Никто этого не знал и не слышали. Там слова вообще не существует. А как? Ну, бывает так. Человек шел прямо, потом отступил. И через то обнаружил, что он нашим и не был. И нашим бы остался с нами. Это я. Евангелист Иоанн об этом пишет в первом послании. Взирая на что? На то, как они проповедовали. Вот. Мое имя. В честь... Ну, тогда... Не так, что пришел. Как ты сказала, или я, священник. Ему разности нет, какая будет. А когда по-настоящему, то они смотрели, открывали святцы. Календарь. И по календарю имена. На каждый день идут имена. И священник не спрашивал. Допустим, бывает так, что на этот день 5-6 имен. А бывает 40 имен. Который крестил, он даже не обращался. Почему такое разнообразие было? Я потерял много времени, когда разбирался, сколько где храмов было. В честь кого назвал. Названы были. Сколько мужских имен. Сколько женских. Ну, это, калькулятор надо иметь. Представь, 750 имен мужских. Употребляется 35. 33-35. А остальных нету. Нету. 5-7% от силы. Это же самое женские. Женских имен насчитывается по календарю. По сегодняшнему календарю. Где-то 250. Вот новый календарь вышел. Там еще новые канонизированные. Еще больше. Вот я свое имя стал искать. И нашел. Игнатий, греческое имя, переводится незнакомый, неизвестный. Но удивительное дело, переводится и с латинского, огненный, как серапим. А неизвестный как? Если я вам баптиста проповедую, они считают баптистом. Он православный, если православный. И после спрашивают, а к какой группе он принадлежал. Ну, баптист, что-то мы тут поняли. Админицисты, мы поняли, что наш. Вот как это все? И в этот день редкое имя встречают. Вот Атихо назначает приносящее счастье. И в этот же день память Святого Ивтихия. Больше нигде нету, что мы начали. И именно этот день, 28 мая по 2 июня, оно сошлось. А почему? А это от Бога. И который крестил, почему меня не назвал не Ивтихием? Потому что Ивтихий-то придет. Вот какое дело-то. И вот сегодня мы заглянем в Святую Библию. Святая Библия. Везде говорите. Два слова. Ну, кто немецкий их знает, то он скажет, да, так и из Галлиген Бибель. В английском говорят, халявайбл. Два слова подряд. Они на корочке написаны, такие слова. Поэтому мы где нынче что-то печатаем, везде стали выставлять слово. Святая Библия. И нужно поддержать Святую, Святую, соответствующим. Итак. Внимательно слушайте. Еще раз прочитаем. 13.7. Евреям. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину из жизни, подражайте вере их. А в 12 главе 2 стиха говорит. Взирайте на начальника и совершителя веры. Христа Иисуса, который претерпел муки, чтобы нас освободить. Кто первый начал давать имена? Считаем. Бытие. 3 глава. 20 стих. Смотрите. И нарек отдам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. По-нашему, по-гречески Зоя. Гиперполет инженер Агарина, когда захватил весь мир, и жена была Зоя. А то он узнал, откуда это брать. Ева и Зоя – это одно и то же имя. Вот Виктор, Николай, Никита – это одно и то же имя с разных языков. Победитель. Больше нету. И он дал ей. А ему кто дал? Господь дал. Что означает Адам? Земляной. Из глины. Господь сказал, и лежит статуя. Дыхнул, зашевелилась, глаза открыла, поднялся. А все тут делается. И речь, его не надо учить, было на каком языке считается, что близкие к евреям. Почему они сохранили это? Хотя нации, там, считаешь, когда сегодня, в три раза больше, чем я как знал, где-то больше 7 тысяч. Разных наречий, похожестей, то другое. Наши немцы, когда едут в Германию, их сразу высчитывают. У них платдойч, а там должен быть гогдойч. Так у нас, Ива, ну, Иванусы, как они говорят? Ну, о, у него все-то, мое дело-то. Вот. Мы сейчас вот смотрим, это уже отрихтовано, четко и ясно. Адам. Земляной. Красный. То есть, видно, была красная. Ева, это имя дал ей Адам. Почему? Она дала жизнь всем остальным, что из нее пришло. Считаем дальше. Исход 23.13. Соблюдайте все, что я сказал вам. И имени других богов не упоминайте. Да не слышится оно из уст твоих. Не должен слышать даже. Имена чужих богов не поминайте. А богами сделали людей. А как же святых... Имена давали как? Ребенок родился, она принимает бабку. Да как же он прям не обтираю, ничего сухой. А сухой по-еврейски Марк. Вот другого перевода нет. Марк это сухой. Все рождаются мокрые. Он из одного озера в другое попадает. И что? А вот отсюда теперь мы посмотрим, какие чужие божества бывают. Корабль, ледокол тонет в Карском море. Сразу у русских появились девочки Карины. Вот к нам брат Владимир приходит, который... У него Парасхева назвали. А мать говорит, Карина. Карина, по событию. Нет такого имени. А если бы она была мученица, Карина теперь запечатлена была бы. Вот понимаете, откуда как имена появляются. И это не все. Появляется имя... Вот знакомый у меня корреспондент. Отец у него Вилор. Это Владимир Ильич Ле, организатор революции. А если бы он такой был, никто не знает. Если бы он мучен был за Христа, другого имени не было, это было бы... Было бы его имя. А почему люди... Они ничего больше не знают. То есть это чужие божества. Не произносите их имена. Они не нужны. Слово Божие приучает нас быть верными в Слове Его. Исайя 12,4. Один из больших. Как называют их? Дальше сюда. Так, 12,4. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его. Возвещайте в народах дела Его. Напоминайте, что велико имя Его. Имя, имя... Православное спроси. Вот как спросили. А как тебе имя? Моисей это заботился. Я приду к людям, буду говорить. Бог послал. До богов много. А как имя этого Бога? И Бог сказал Иегова. Научитесь произносить это имя. У нас в молитвах нигде не поминается. Кто составлял молитвы, какие? Не против. Но имя Его есть. Почему заменили? В Библии слово Иегова встречается восемь раз. Восемь раз. Канонизирован Макарий Алтайский Глухарев, архимандрит, переводчик Библии. У него не было, это имя, больше семи тысяч раз слово Иегова в Библии поминается. Остальное заменили Господь. Почему заменили, как это вопрос другой. Но главное, имя Его написано. Знай Его имя. Там написано, не произноси имя чужих богов, а ты произноси имя нашего Господа. Вот у нас когда молятся, у нас молитвы даже одна есть, и она говорит, слава тебе Бога Иегова. Это в эфире звучит. А другие там составили свою секту, даже иеговисты там. Вот такое. Дальше. Первое Коринфам 4.16. 4.16. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. А как я Христу? А почему не прямо Христу? Будьте святы, как я свят. А потому что нам легче видеть, когда человек все исполняет, как есть. Вот. Подражайте мне, как я Христу. Если бы кто-то из наших сказал так, сразу бы обвинили гордыня, прелесть. У Павла нет прелести. Вот сейчас он подтвердил жизнью свою. Но говорил-то это при жизни. И когда говорится, поминайте наставников ваших. Я молился об этом. Просил Господи, а какие наставники были в то время-то? Их и не было. 5.39. Евангелие тебя насчитаем. Говорит, и следуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. В Писании никакого не было. А про что Христос говорит? Ветхий Завет. Другого не было. А теперь поминайте наставников о Ветхом Завете. Есть ли такие наставники? О, сколько хочешь. И вот на этом теперь мы остановимся. Моисей, может ли нам быть примером во всем? По порядку. Он даже в обещанную землю Хананскую не вошел. И он не может. Зирая на его кончину, мы видим, даже Бог спрятал его. Потому что почитает как Бога. Это причины разные объясняют какие-то. А дальше, ну по порядку перечисляйте всех. Давида можем мы взять. Дважды его нужно было приговорить к смертной казни. Если бы не знали, что он царь, то любой юрист бы и студия сегодня посчитал бы по законам Божьим. Во-первых, имея сколько жен на крыше, война идет, он увидел, что он в ней нашел. Она в бассейне все выкупается. Я царь, приведите ко мне. Привели. Ну и отпустил бы, узнал имя померенет. Ложись спать со мной. А дальше-то спрятали, никто не знает. Она приходит вместе, другая, она говорит. Смотри на меня. Грех растет. Что делать? Призывает мужа с фронта. Иди, тебе отпуск дается, как сейчас он приходит где-то в боевой обстановке. А он не идет. Царь мой заботится спасение страны. А я пойду, никогда ему пришла мысль. Ну поить его, чтобы он зашел. И тогда от него она зашела. А он и выпил, и все. На улице нащебал там его ворот и больше не пошел. Он, видите, что не сделал. Написал письмо. Поставьте нас в самом ответственном участке и бросьтесь в атаку. А Турмуш-то ее, герой настоящий-то. И когда броситесь оттуда войска, и вы сразу отступите. А он останется один. Это все Давид делает. Давидовичи псалмы мы считаем здесь. Но по закону он должен умереть за это и за второе. Прямо говорится. Смерть за смерть. Но Бог рассудил иначе. Иначе после 50-го псалма у нас бы ни одного не было. Божья милость спасла его. Он когда Нахванова обличил, он не стал опирать. Попробуй, скажи правителю мира. Ну все, в ГУЛАГе. Сгналит в это же день. Да не довезут, расстреляют. А он говорит, что грешил я. И сразу Напан отвечаем. И Господь простил тебя. И вот у нас там выжил из него Господь 50-й псалом. Главный псалом. Во всей Библии самое покаянное такое. Ну а есть ли такие, которым можем подражать из Ветхого Завета? О чем говорил апостол Павел? Кому подражать-то? Есть один только человек. Я много лет искал все про него. Трудно, значит, ходить было. Он ничего нигде не сделал. Нет таких правителей больше. И правитель такой, который во время плена вошел в такое повиновение. Или в такую доверенность к тому, кому они побеждены. Что ему дается документ. Имеет право ставить судей. Никого не спрашивать. А сегодня будут они голосовать, утверждать. Дальше. И все права, как будто он в царе здесь находится. Второе качество. Запоминайте, какой он был. Как он заботился о своем народе. Однажды он сделал такое, что ни один никогда не делал. Вот смотришь на людей. Олимпийские игры, когда прошли. Ну, там, в 50-х, 60-х годах. И вдруг в колясках черные дети появились. Откуда они? Ну, откуда? Значит, были представители юга. Они остали память о себе. А эти себя не могли сохранить. Ни одной мусульманки черного ребенка не родили. Это запомните. Все остальные могли называться и православными. И что? А вот теперь отсюда и думай. Нам разницы нет. У меня отец резанец. А мать горянка. В горах жила. А я какой нации? Ну, русский. А если другая нация? Да сколько перемешались-то браками-то. И с татарами с кем не женились. И вот из пренок, когда вернулись, и они наполовину эти, которые родились дети, наполовину говорят по-амманистски, половина по-еврейски. Половина напилили с Тимском. И все. И никому дела нету. А Господь сказал, избрал народ мой, не общайтесь с язычниками. Нарушено было это главное условие сохранения чистоты нации. И этот человек, но не вдвоем с ними, решает этот вопрос. Объявить всеобщий развод. Я мысленно представляю эту картину, когда они уезжали. У них же там родители были. Невеста тут живая была. Как дети. И вдруг приказ. Отсвободить их. Вот теперь элементы, видимо, нагрузили, я так представляю, подводы. Только езжайте домой. Не останавливайтесь нигде. А когда встретили родители, а что случилось? Не знаем. Всех, которые были там, всех оттуда попросили. Ну, примерно как вот в Белоруссии. Захватили чеченцы буквально все. Вот этот сегодняшний президент Александр сделал так, что буквально нет, того нету. Больше никому не удавалось это делать. Я его называю лучший президент в мире. Попутно сказать. И вот он сделал всеобщий развод. Но это не все. Он написал три книги, которые в Библии у нас здесь. Три книги. И это еще не все. За ним ни одного плохого дела нет. Но дальше-то он сумел собрать книги Ветхого Завета. И мы его Ветхий Завет под его именем можем брать. А как он узнал? Не знаю. Вот недавно мне принесли, ну, когда пожар был, я все это раздавал в библиотеку. И я там нашел целую тетрадь моих стихотворений, которые я уже забыл про них-то. Еще маленько погодя кто-то приходит. Но он должен был собрать-то книги, когда уже прошло туда. И жил он в шестом столетии до нашей, до новой эры. Вы знаете его имя? Ездра. Ездра. Может, слух не говорить было. Понятно. Ездра, как переводится это? Помощник. А по-гречески как? Это Алексей. То есть фактически одно имя. Имя Ездры входит в историю. По милости Божией, в нашей Федерации Российской теперь два Ездры. И главное, в святцах его нет. Я не мог успокоиться. Давай искать по разным другим. Странах других есть. У нас его нет. Почему? Монахи. Они во свете то, что он сделал, они понимают, они все делали против. И хоть так, но мы это понимаем. Так вот, но так мы сделаем. Ничего особенного тут как будто и нет. Знайте. Вот я посмотрел, других наций, где свободную, эти именами называют, увеличают. Святой Ездра. Моли Бога о нас. Чтобы мы любили Слово Божие, как ты любишь. Я несколько мест буду сейчас показывать. Второе, Тимофея, 2,14. А вы повторяйте свои имена. Вы знаете, Валентина, если означает, сильная. Елена, факел. Ее нет, она светит всем. Ну и по порядку. Там Александра, значит, защитница. Александр, защитник. Так. Второе, Тимофея, 2,14. То есть ты должен сказать, во имя Христа мы имеем счастье быть православными, и с сиритиками спорить не надо. Что нужно, скажи и все. На меня специально выходят, вот в интернете, вызовите его, вызовите. Зачем? Я один раз вышел и покаялся. Вот эти, убитый был застреленный Данил Сысоя, от него, которые остались люди где-то. Это ужасно. Совершенно веры нет. И, видимо, где-то они уже такое сделали, их вызвали, и больше их нигде нету власти. Нас Бог пока хранит. Вы всегда помните об этом. И все говорят, а как же так? У такого человека, такие, не знаем. Нам это не дано знать. Он не такой был. Он душу положил. Потому что у него дед был мусульманин. Сколько мусульман он привел ко Христу? Святой Даниил, моли Бога о нас. Дальше. Иктитут 3, 10, 11. Видимо, по маленькими отрывками все-таки входим в самый конец истины. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Еретик, который говорит против. Все, что идет против Библии, это ересь. Вчера скинули материал, какое именно, какое время. Кирилл Иерусалимский сказал об этом. Я в краткой форме выражаюсь. Он вышел к народу и сказал, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. А там, дословно его так, даже любое доказательство кажется справедливым, но если оно не подтверждается Писанием, не считайте нужным. Вот смысл такой. Ну, это то же самое. И поэтому, где когда-то что-то говорите с еретиками, только на синодальный перевод ссылайтесь. Я могу доказать это в течение 10 минут. Русский, вот этот перевод синодальный, 1876 года, наилучший в мире. И как при разговоре с Александром Менем, я понял, и не может быть другого. Переводил не один, как Мартин Лютер, а четыре духовные академии. Переводили которые два человека только канонизированные. Знания какие были. Мне этот Александр Менем, он чистопородный еврей был, сказал, таких переводчиков нет. Эти его тоже. Помяни его, Господи, Старство Небесное. Я называю вам, он православный был, и вот погиб внезапно. Напали на него. Филипписом 3.17. Остались у него книги там, сын человеческий. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Видите, сначала на Христе Павел стоит, а теперь, которые поступают так. То есть вы можете быть примерным для других. Даже самое простое дело, никогда не пропускайте богослужения. Вот сегодня некоторые не пришли, мы не знаем почему, но имеют машины, фурги нету. Но сегодня 2 градуса с плюсом обещают. Почему было не прийти? Это они знают только. Но не прийти в воскресный день, если без причины, 2 раза, и человек исключается из церкви. Заново его нужно будет потом принимать, и то другого. Это канон, уже я говорю. И поэтому, я не говорю о тех, которые не могли, где-то далеко, дети одни, они не могли прийти. Но вчера вечером были, сегодня нету. Чем объяснить это? И вот теперь несколько мест прочитаем мы книга Ездры. Открывай-ка. Первая. Книга Ездры, да, 7 глава, 6 стих. Рядом. 7 глава, 6 стих. Серьезра вышел из Бавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилю. И дал ему царь все пожелания его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые сынов Израилев, и священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев, в седьмой год царя Артоксеркса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Бавилона. И в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездор расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Десято одиннадцатый стих. Учить, непрерывно учить, книжник. И вот содержание письма, которое дал царь Артоксеркс Артоксеркс Ездори священнику, сопроводительную их, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Двадцать первый стих. Двадцать первый, двадцать пятый. Сократите, я отдельно выпал и не стар. И от меня царя Артоксеркса дается повеление всем сокровища хранителям, которые за рекой. Это, которые подчинены этому. Это всемирная держава была. Такое, чтобы все помогали, я никого не встречал нигде. Он как будто бы стал старым старем над вселенной. Все, чего потребует у вас Ездор священник, учитель закона Бога Небесного. Это, кстати, еретик пишет, еретик по-нашему, безбожник. Немедленно давайте. Двадцать пять. Двадцать пять. Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которого в руке твоей поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою. Всех, знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учитель. Это говорит язычник. Язычник. А там были уже и прокуроры, и цари в своих постах. Это не... Такого доверия я ни у кого нигде не встречал больше. И сопроводительный дал. И чего они потребуют? А для чего? У меня будут священники, надо как-то платить. Вот если начинаешь говорить, когда... А на что должны священники жить? Торговля запрещена и выброшена. А десятина утверждена. И кто не платит десятину, он не просто не платит. Считаем третью главу Малахи, он говорит, проклятием прокляты. Что проклятием, да еще и так. Больше нигде. Те, кто спрашивает, за что? Весь народ проклятием проклят, не платит десятину. Это мы православные. Мы заменили истину Божию десятину ложью, торговлей. Вот возьмите себе это близко, потому что это слово Божие говорит. Когда мы умрем, или закончится, и свет становится в мире, никто не поможет. Сегодня еще можно. Ко мне каждый день обращаются. Я подхожу к священнику и говорю, он не принимает. Пока не говори, молюсь. Другого. А меня выгнали, больше сказали, не приходи. И люди, которые уходят, а чем они занимаются? Везде только осуждают или обсуждают меня. Это же Господь-то это допускает. А мне разницы никакой нет. И сегодня только сказали. Наконец-то узнали, чем же они занимаются. Люди, которые были в нашем сообществе, ушли, только одно говорит. Обсуждать и осуждать. Дальше. Десятая глава. Десятая глава. Первый, второй, шестой. Тихо. Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь перед домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин, и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шиханье сын Иехаила. Ну дальше. Шестой стих и шестнадцатый. А я еще второй читаю. Ага. Из сыновей Иламовых. И сказал Ездре, мы сделали преступление перед Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. И встал Ездра и пошел от дома Божия в жилище Иоханнана, сына Елеяшшивового, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. Шестнадцатый стих. Можно было подряд считать, не прочитайте. Шестнадцатый. И сделали так вышедшие из плена и отделены на это Ездра священник главы поколений. От каждого поколения их и все они названы поименно. Апостол Павел говорит, я три года спонавущил вас со слезами. Вы просите у Бога это дар слезы. Вот сегодня если сказать мужчина плакал. Ну, Давыд-то кто он такой? А Павел-то? Ведь а какие гиганты духа? И главное со слезами. И Давид говорит, а постель мою омощаюсь слезами. Вот испытайте, что не просто слезы тебя обидели, когда унесли, отобрали, а ты выпроси так. Вот такое горе. Вот сегодня православие фактически в чистоте, которая создана была, мы найти не можем. Это редко-редко, когда люди понимают, вдруг, да что же мы делаем-то? Ну, если написано 1248 Евангелия Теана, слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день, никто не изменит это. Никакие ходатай, ни святые, ни подарки, ничего не поможет. Бог будет судить по этой книге, которая перед нами лежит. А отсюда делать надо, вот это делать надо сегодня. Сегодня. Друг другу перезвонитесь, поговорите, скажите, что мы можем сделать? Наша сестра одна пошла, вот Никольский. Она потом сама мне рассказывает. Ну, я до конца была, даже раз, когда батюшка вышел. Вышел, я говорю, батюшка, можно вас спросить, а почему вы не проповедуете? Он сразу, говорит, так нашел. Что, от Игнатия пришла? А я даже не знал, что она пошла. Господь позволил это так. Ну, при чем тут он, так она не проповедовали, не проповедовали. Люди пришли, ничего не знают. Вывод-то надо сделать не просто батюшка виноват, мы виноваты. Прошел мимо, храма и нужды нету. А ты посмотри, а попробуй, да скажи, да узнать, какое время, да заведи знакомство, может быть, со священником. Дальше. Притя 7-4. Мы большую-большую тему затронули. Кому можно подражать? Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим. Так, еще раз, внимательно. Скажи мудрости, ты сестра моя, мудрость, сестра моя, и разум назови родным твоим. И разум мой. А люди бьют, бьются. Вот все, что продается, курят, наркотики, вино, пиво, это все враги разуму нашему. Я некоторым советовал, говорю, тебе нравится, когда ты шатаешься, падаешь, или что. Ну, надо говорить, есть частная клиника, там, может, еще к тебе подрежут, и все время будет шататься. Нет, это другое. Сатана по-другому рассуждает. Вот это вот необходимо нам было знать. Исайя 8, 1-3. И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер Шилал Хашбаз. Сколько слов? 4? 1, 2, 3, 4, да. 4 слова? Для чего это нужно? Спешит грабеж, ускоряет добыча. Спешит грабеж. Ускоряет добыча. Дальше. И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Варахиина. И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, на реке ему имя Магер Шилал Хашбаз. Вот так. Ребенок маленький, да как она его посылала мать куда-то или подать ей? Ну, научится как-то говорить. Почему? Это пророчество. Вот-вот будет война. Нас здесь не будет. Это им, евреям так говорилось. Ребенок такой, а при чем ребенок? Бог сказал, ваши имена, которые хорошие, а здесь будущее, и оно в нем заложено. Вот третья ездра, я сейчас скажу, не каноническая, 7,25. Говорит, они не принимают. Он говорит, пустым пустое, а полным полное. Видите? Сколько мы сегодня узнали об этом? Дальше. Второй ездр 8,23. У нас опять здесь даже нету. Вот. Я посмотрел некоторые имена, вот интересно послушать. есть такое имя Эдуард. Это имя англосаксов. Если бы у нас был святой, то у нас бы был, святой был, то у нас был бы святой здесь. И как он переводится? Вот смотрите, сейчас я подскажу это. Стражник. Богатый. А что такое означает имя Севастьян? Достигнувший того же. Вот. Как Бог сделал так? Я вот на все смотрю, удивляюсь. Это Божья милость такая, что Господь так сделал. А Севастьян, кажется, только два раза и встречается это имя-то. Вот Ездра, его имя в Библии 55 раз. Но у нас самые больше сколько? Какие имена встречаются? ну Иван. А Иван, я в сетках по пальцам просто считал. Что-то не вижу. Где-то больше 130, кажется. По неволе. Какой день не возьми, там Иван был. Столько святых было. А вот, допустим, Наталья только один раз. И поэтому остальное все по прихоти человеческой. так. Вы поняли, что я сказал? Так, в нашем чудо Господь совершил как? С этими именами. А вот смотрите. Иуда. Хорошее имя или плохое. Почему детей не называют Иудой? А Иуда означает славный. Славный. Это имя его. Вот, ну, допустим, нехороший. Там Гитлер был, Адольф, а у них Адольф он все называет и даже нужды никакой нету. Был дни такой-то у нас Иосиф. Иосифом называют. А вот это никак и не будет. Интересно, передали это в Руссовский или кто, ребенка зафиксировали уже документ, выпасили Иисус Христос. Он говорит, а как он дальше жить будет? А разрешается? Ну, видно, разрешается, раз напечатали. Дальше. Вы знаете, Саул был такой, так, так, одолжающий у Бога, как бы Бога берет взаймы. И когда потерпел поражение, Саул, имя мимо не стали никого называть. Шаул, дальше, по-юрейски-то. И, наконец, Саул, это самое-то же самое имя, только в сокращенном виде. Так, мы прошли у Бога. Фактически, то же самое имя. А Саул, кто станет? Павел. А Павел что означает? Малый. И вот, когда реформа Никона прошла, и что интересно, люди, которые не подчинились реформам, они прославляют, канонизировали Аввакума. А что означает сибрейского? Любовь Божия. А тех, которые делали реформу, нигде Аввакума нет. Вчера, по разным книгам, нигде нет. Но зато те, которые не покорились, Никоном ни одного не назвали. А вот их Никоны, и архиереи, и все. А Никон означает победитель. Это уже наше человеческое я играет здесь. А как правильно? При чем тут Аввакум? Пророк Аввакум. Почему вы боитесь-то его? Сегодняшняя патриарша церковь я нигде не нашел ни одного, ни епископа, ни никого. А те, которые не покорились, да и было, с чему кориться, когда все исказили? Дальше. Милостью Божией мы прочитаем сейчас еще один раз, по-другому посмотрим. 13, 7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере. Вот смотрите, вы разные люди, и ко мне обращаются с разными просьбами. И три младенца почти одного возраста, и все родители, они друг друга не знают, а попросили об одном и том же, чтобы дети выросли послушными, чтобы стали они верующими, и чтобы стали проповедниками и миссионерами. Один, который к нам приезжал, у него все получилось, он говорит, я вашим именем назвал ребенка. Второй Марк, он у нас был, Лемеш Димитриев, и теперь Ездра. Да помянет Господь, да укрепит, и желание родителей да исполнится, чтобы такой Ездра у нас был, и вернул Слово Божие во всей красоте и святости. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. 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 Единого Бога, Соседей Жителю, Творца неба и земли, и все мы невидимы, и мы единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и жалтосарожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истина, от Бога истина. Пророждена, несотворена, единосущна, Отцу им же вся Быша. Нас ради человека, нашего ради спасения, ищущего с небес, в небо воплотившегося Духа Святой и Марии, и Дерыва и Человек, ищущего с небеса, и воскресшего на небеса, и сидящего в тисне пилоте, и странавшей и погребенной, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошадшего на небеса, и сидящего в тисне у Его Отца, и покинь, и грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святого Господа истинного, и животворящего, и живот отца, исходящего в ниже сердца.